Продолжение следует... 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 Татьяна Борисовна, Вы готовы раскрыть секрет? В ближайшее время. Это в каком столице? Вопрос называется «Врасплох». Объединение рынка. Помогайте. Ямочный ремонт дорожного полотна на данных участках будет выполняться параллельно с ведущимися в настоящее время дорожными ремонтами работами. Я эти вопросы задаю не потому, что мне нечего делать, а потому, что если указан конкретный срок, то ответственные руководители и исполнители под этот срок мобилизуют свои финансовые, организационные, физические, какие хотите, силы. Если мы формулируем расплывчатую, тогда и соответствующая мобилизация расплывчатая. Поэтому я прошу, чтобы эти сроки были конкретно указаны. Причем по тем адресам, которые мы говорили. Николай Йоргат, Пушкина, Щусева и остальные, так сказать, Фернгарилы и много других улиц, где необходим сегодня пока небольшой ямочный ремонт, чтобы весной мы не утонули там этих ям. Присаживайтесь. Пожалуйста, господа Штырьев. Спасибо. Спасибо. Управление образования молодежи и спорта в муниципе Абрус о результатах организации летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков в 2014 году. Согласно постановлению произведения Республики Молдова номер 252 29 апреля 2014 года об организации летнего оздоровительного сезона для детей и подростков в 2014 году в Управлении образования молодежи и спорта был разработан план действий по организации подготовительных мероприятий каких-то летнего оздоровительного сезона. В исполнении постановлений правительства номер 334 от 23 апреля 2009 года об организации предположения о функционировании лагерей отдыха и оздоровления детей и подростков и на основании решения Совета муниципи Абрус номер 229 от 28 марта 2013 года было утверждено положение о функционировании лагерей отдыха и оздоровления детей и подростков в Алипиесе. Из бюджета на организацию летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков в 2013 году было выделено 500 тысяч рублей. Похудение материально-технической базы было существовано с помощью учебных учреждений. Были проведены следующие работы. Произведен частичный ремонт домиков, произведен ремонт пирам домиков, благоустроена площадка для проведения мероприятий. В этом году были приобретены 125 кубиков на общую сумму 9,075 рублей. На базе летнего лагеря медиц было организовано 4 смены с 10 июня по 2 августа 2015 года по 12 дней для детей от 12 до 15 лет, учащихся в 28 классах по 125 ребят смены. Учитывая, что при утверждении бюджета на 2015 год на летний отдых было выделено 500 тысяч лет или 50,5% от потребностей при организации летнего отдыха были предприняты меры по сокращению расходов за счет уменьшения количества смен с 5 запланированных до 4 фактических лет и за счет уменьшения количества детей в отрядах с 175 до 125. Таким образом, на организацию летнего отдыха учащихся затрачено 536,9 тысяч лей, при этом 36,9 тысяч лей было изыскано за счет внутренних резервов управления образованием молодежи и спорта. Расходы на оплату туда составили 198,6 тысяч лей на питание 235,3 тысяч лей, на медикаменты 5 тысяч лей, на электроэнергию воду, вывоз мусора 61,6 тысяч лей. Кроме того, до конца года на содержание лагеря «Лебриц» дополнительно необходимо 31,8 тысяч лей. Мероприятия, спортивные состязания, досуги хей, были организованы педагогами в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Республики Молдовы. Со стороны Министерства Республики Министерства была обеспечена охрана общественного порядка. Всего было обеспечено бесплатным летним отбитом влаге Олимпийц 498 ребят из малообеспеченных семей. Списки были составлены на основании заявлений родителей актов жилищно-дотовых условий семьи и решения педагогического совета учебного учреждения. Питание было организовано муниципальным предприятием аппроизионарем. Меню было разнообразное 4 раза в день из расчета 40 лет в день, которые включали мясо, рыбу, и другие родительские изделия. 25 детей школы-интернат номер один муниципио-брос сироты и уроженцы муниципио отдыхали во всех сменах. Оплата за питание была председана Министерством по освещению Республики Монголия. Вопросы? У меня такой вопрос. Какие ходы этого периода вот это которые были зафиксированы недостатки, над которыми вы будете работать в будущем? И были ли такие, или не было, и что вы можете делать? В ходе проверок не было и выявлено никаких недостатков, но самый большой недостаток ремонт домиков на котором мы работаем и обогусаем территорию лагеря. Что мы намерены делать в следующем периоде для благоустройства лагеря. Для благоустройства лагеря. Я прошу дать соответствующее поражение вручения господину Гласенко, чтобы был составлен перечень необходимых работ, которые обязательно можно начинать работать. Делать уже с силы в следующем дня, за месяц, за неделю до начала следующего сета. Я понимаю, что есть сложности в финансе, но, наверное, можно привлекать разные направления. Методы народной стройки заканчиваем определенными объемами финансирования, которые должны быть в дежуре и в цепи. Высаживайтесь. Сергей Николаевич, подогласен. В 9 месяцев 2013 года участковые инспекторы полиции согласно утвержденному плану отделу общественной безопасности инспектората полиции Белц была проведена определенная работа по профилактике совершения и раскрытию преступлений, правонарушению в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ и торговли в неустановленных местах. Участковыми инспекторами полиции за текущий период было раскрыто 308 преступлений, совершенных в муниципе Белц, а также приняли участие в раскрытии 258 преступлений, обследованы на предмет технической укрепленности 1190 экономических объектов и направлены 1145 представлений на устранение выявленных недостатков. Составлено всего 4731 протоколом, по которым наложено штрафом на сумму 1 582 050 лей, а также взыскано 214 629 лей. В участковой инспекторной полиции раскрыто 14 преступлений по статье 217 уголовного кодекса Республики Молдова незаконный оборот наркотических веществ и составлено 213 протоколов по статье 85 употребление артизивных веществ. В сфере выявления причины факторов нарушения санитарных норм и благоустройства муниципя лично состав участковой инспекторной полиции составлено по статье 181 кодекса административ 199 правонарушений. За четный период появлены ряд профилактических рейдов на предмет выявления нарушений в сфере торговли. Всего выявлено 933 нарушения, из которых по 465 были рассмотрены, было наложено штрафом на общую сумму 303 150 леев и взысканных 67 350 леев. Остальные направлены для рассмотрения в налоговую инспекцию. За торговую установлен в местах составлено 525 протоколов по статье 263 часть 1 4 и отправлены согласно компетенции для рассмотрения налоговую инспекцию. По факту выявлено нарушения за реализацию алкогольной продукции были выявлены по статье 91 часть 2 реализация алкогольной и табачной продукции несовершеннолетней. Составлено 14 протоколов по статье 284 и 286 нарушение правил розничной торговли спиртными напитками и нарушение законодательства по производству и обороту алкогольной продукции. Составлено 32 протокола по которым наложены штрафы в размере 62 600 лей. По статье 355 распитие спиртных напитков и появление в общественных местах состояния алкогольной опьянения составлено 166 протоколов по которым были наложены штрафы в размере 33 400 лей. За нарушение размещения средств наружной рекламы без разрешения органов мест публичного управления были выявлены и привлечены к ответствии 76 правонарушителей по которым было наложено штрафом в размере 31 1700 и взыскано 7500 лей. В зачетный период инспекторат полиции поступило 208 жалоб на почве семейно-бытовых отношений по которым были приняты следующие решения а именно по 61 материал было прокрещено за примирением сторон по статье по 102 материалам были составлены протоколы по правонарушению по статье 78 по 45 жалоб было начато уголовное преследование согласно статье 201 уголовного конца республики Молдова а также были направлены 32 представления в суд в муниципе область по которым были вынесены 25 решений по защите СМИ в начале общественной безопасности подбокуем полиции ватру Вопросы? У меня такой вопрос Вы с Вами говорили у нас по части учащившихся случаев размещения различного вида объявлений на рекламных конструкциях на заборах стенах и так далее какие меры приняты и если продолжить мысль о том что не только количеством протоколов должна определяться работа полиции доживем до такого периода когда Вы в своем докладе скажете что в результате принятых мер случаев незаконной торговли неустановленных местах не имеется или это мечта конечно есть проводится работа в этом направлении именно по торговле в установленных местах но все равно искать это невозможно потому что был состав протокол на руководство тем что хорошо Вы справились но я думаю что это тоже результат потому что длительное время были бессильны точнее те люди которые Вы получали это делать то есть если говорить о том что не только протоколами а результатом будет измеряться работа участковых инспекторов то до этого еще далековато есть мы фактически перед тем как составлять протокол мы ведем профилактическую работу мы предупреждаем и неоднократно даем определенные сроки чтобы но если есть очевидные нарушения конечно ну понятно что не нужно зашивывать как по методам убеждений но есть такие нарушения которые наверное уже убеждения исчерпаны те же перекрытия тротуаров по улице Сорокской если мне память не изменяет полгода перегорожен тротуар кучей песка ну я понимаю что можно на день на два пока перевести его а чтобы люди ходили по проезжей части это один из элементов того что участковые инспектора сегодня во многих вопросах скажем так не дорабатывают может быть к ним времени нет но жителей нашего города это мало должно волновать время возможности результативность работы это уже те показатели которые должны устраняться самими работниками полиции а не теми людьми которые страдают от урушения порядка там подполнение установленное переграживание тротуаров воезжей части и так далее поэтому в принципе я могу сказать что с вашей стороны как руководитель обращения как дел общественной безопасности реакция практически бывает всегда я хотел бы чтобы вот эту дисциплинированную свою ее перевели на всех своих подчиненных которые вам подчиняются тогда наверное будет больше результата присаживайтесь Сергей Анатольевич Продолжение следует... 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 Причем не только своими усилиями, но и с привлечением сил других, того же Сергея Михайловича, потому что тут вообще полный, вот на улице мне даже звонили жители в воскресенье, по улице Хатинской, Хатинской, Достоевской, Достоевской, в центре возле телекора, да, Достоевской, пройти невозможно, не то что проехать, пройти невозможно, это при том, что с двух сторон стоят знаки. Ну что для этого требуется, чтобы там не в кустах сидел полицейский, а пришел в эту зону и составлял протокол и штрафовал всех подряд. Причем там все настолько очевидно, что даже не нужно ходить, это даже не надо тратить бензин на какие-то поездки, там еще что-то. Я не раз говорил о том, что понимаю все сложности, с которыми сталкиваетесь в своей работе, но те вопросы, о которых мы здесь говорим, это просто то, что должно заниматься каждый день определенное количество инспекторов. Не от случаях случая, не от поручениях поручения, а каждый день высаживаться. Так, у кого есть вопросы, если вопросы нет, обменяемые вопросы по части зимнего периода? Чем вы нас обрадуете, Иван Сергеевич? Что изменилось за неделю после нашего рассмотрения? На сегодняшний день у нас паспорта на доности сдали 4 объекта отдела культуры, это больше всего. Сдала политехникум, колледж легкой промышленности и ПБШ-5. Из населения только АББК, господина Мобега, 8-5-34-36-38, больше паспортов в доности на сегодняшний день у нас дата, и поступила заявка от Геранона на включение, но у них там еще есть ряд работ, более важным узнам, но они не завершили и паспорт в регистрации нет. Хитро вы ответили на мой вопрос. Ну а если, так сказать, более откровенно, что нас ждет в следующем этапе сезона, и какие первички? До 21 числа будут очень теплые дни, начиная с сегодняшнего дня, в ночное время до 10-12 днём, до 19-20 градусов. Я имел в виду отношения с Молдовой ГАЗ, как выстраивается? Сейчас я знаю, что вы представили графики, другие документы. Есть какая-то реакция? Есть реакция, был я вчера в Кишиневе, было в Министерстве экономики, и господин Чеман сейчас готовит представление господин Малахову, сегодня в Магии я все поздно. То есть процесс двигается? С учетом предстоящих теплых дней, вы считаете, что не совсем целесообразно? За это решится. Хорошо, значит, Андрей Семенович, что там с теми вопросами, о которых говорит Владимир Сергеевич, заявки, паспорта готовности и прочее, по вашей части? По паспортам готовности, в принципе, только в заявки поступят от жильцов, мы сразу же их направим в адрес черном. Значит, по тем вопросам, которые у нас появились... Заявки от жильцов это как-то как-то? Ну, практически по каждому дому, старший управдом, перед тем, как включать тепло, придет заявка от жильцов. На сегодняшний момент, учитывая надвигающиеся теплые погодные условия, мы считаем, что категорически были против того, чтобы включалось отопление. Поэтому мы и не отправляли паспорта готовности. Но с вашей стороны никаких нет задержек, так сказать? Нам все равно понятно. Мы готовы к запуску тепла хоть вчера. Ясно. Хорошо, оптимистично звучит. Так, кто у нас? Владимир Васильевнович, у вас есть помощники или нет? В прошлый раз Владимир Владимирович, господин Власик, есть ли? Нет. Взади. Взади Владимирович. Вы посмотрите, что там за вопросы остались, потому что если говорить о жилье, о жилом фанде, то там понятно. Дорогие сегодня действительно думают о том, какие счета придут. А что касается детского дошкольника, в этот теплый период мы должны сделать максимум, чтобы быть готовыми к пуску тепла. Поэтому поручите господину Власику, пусть в течение дня он проинформирует о том, что сделаем по поручению, которое было дымо и не приняли везет. Владимир Васильевич, что у нас с продолжением работ по подготовке сетей зимней периоды, в частности, уличного освещения? То, что мы остановились, пока ждем? Нет. Ну, во-первых, мы все против себя готовы. Что касается восстановления электрических сетей, мы уже начали сниматься. То есть мы и светильники. Эта зона, которая должна была после реконструкции, мы восстановили. где-то в течение 15-го дня. Завершите? Да. То есть это зона, которая осталась неосвещенной за 15-го ноября. Мы заканчиваем, заканчиваем замену светильников по улицам, где будут троллейбусы. Останавливаем также эти желтые, экономичные, а не 150 град. А те, которые снимаются, нам заканчиваем. Заканчиваем сейчас. Александр Челбов, Болгарский, Иванов, Конко, те светильники старые снимаем и ставим. Там есть несколько заявок. Ну как заявок? Обращений жителей. Их не так уж много. Татьяна Борисовна, я прошу, чтобы вы в своих действиях вместе с Эдуардом реагировали и в том числе на те заявки, которые есть со стороны жителей. Там, где технически это возможно сделать. Хорошо присаживайтесь. Анатолий Николаевич, вы обещали в течение недели завершить 30 августа? Нет, я не обещал, я обещал, что начнем работать. Мы на прошлой неделе начали работать и сегодня интенсивно работаем. Вы мне рекомендуете записывающее устройство иметь? Нет. А что? А кем было сказано, что в течение недели мы 30 августа завершим? С момента начала. С момента начала работы. Ну понятно. Я не говорю, что за прошлой неделю. Начало есть? Есть. Сегодня начинаем интенсивно. Сегодня. То есть через неделю можно... Я так думаю все зависит. Поздравляю. Хорошо. И к тому, что мы говорили в начале. Я прошу составить, чтобы ваши специалисты составили график того ямочного ремонта, который необходим по остальным участкам. И этого графика строго придерживаться. Учитывая то, что у вас практически одна бригада, если вы где-то застрянете, то мы значительно задвинем ямочный ремонт, а мы идем в период непогоды. Это надо иметь в виду каждый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Хорошо. Степан Викторович, я понимаю, что вы, так сказать, забаррикадировались там за... Значит, я скажу, что сегодня, максимум завтра, да, Вера Александровна, решится вопрос тот, о котором мы говорили. Значит, ваша задача сделать так, чтобы не прошли прямым ходом на покрытие тех долгов, которые имеются. Чтобы вы имели возможность своевременно начинать этот пятный сезон. Вы знаете, о чем я говорю, поэтому лучше не говорите, потому что напроситесь на комплименты. Делайте то, что нам сказали. Присаживайтесь. Присаживайтесь. У кого есть еще что добавить? Можно, пожалуйста, или на кого-то. Уважаемые коллеги, работая с базой данных фискальных кадастров, к сожалению, мы констатируем, что в списке дебиторов у Примарии его налога на недвижимое имущество увлекаются знакомые фамилии работников Примарии и муниципальных предприятий, в том числе и на уровне руководящего длина. Довожу до вашего сведения, что последний срок Добровольный срок еще не истек. Довожу до сведения коллег, что последний срок добровольной уплаты налога на недвижимое имущество истекает 15 октября текущего года. Убедительно прошу оплатить этот налог. Позиция Примарии, руководства в частности, довольно жесткая по мерам принудительного взыскания в случае невыполнения вами в своих гражданских обязанностей. И сегодня буквально уже готовы первые процедуры по досудебным разговорам. Я очень хочу, чтобы мы избежали с вами встречи в судебных обстоятельствах, потому что законодательство жестко и предполагает принудительное исполнение блога авиаиста имущества. Все консультации, вопросы, которые необходимы будут вам получить, 248 кабинет. Мы работаем в режиме онлайн, приемное селение, что служит людей. Спасибо. Спасибо, Алина Михайловна. Очень своевременное напоминание. Тем более, что мы говорим о том службе, которая сегодня действует от имени местной публичной власти. Это тот источник, который наполняет местный бюджет. Это то, от чего мы ищем, если говорим о необходимости финансовых ресурсов. Поэтому, пожалуйста, работники государственных структур должны быть примерами для остальной части населения. Ну и помнить о том, что лучше сделать добровольно, чем принудить. Ну и последнее. Я хотел представить вам дно назначенного руководителя фонда материальной поощрения, фонда материальной поддержки населения. Это Людмила Ленина Мавила. Вы ее знаете. Она работает заместителем. Желаем ей успехов и внедрения новых методов работы в в отдел материальной поддержки населения. Спасибо. Добрый путь вам. И всем спасибо. 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 Спасибо.